МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приехали в Республику Беларусь по приглашению наших друзей, для того, чтобы поохотиться на копытных животных. Что замечательно, что в Беларуси охота на копытных животных проводится круглый год. То есть единственное, что в зависимости от сезона, как бы, ну, меняются способы охоты, методы охоты и так далее. То есть проводится в свой сезон и загонная охота, есть охота с подхода, охота с вышек. На территории Республики Беларусь по разрешению разрешена охота с метательным оружием. И как раз мы постараемся на этом остановиться и показать вам поподробнее все этапы подготовки к этой охоте, какое оборудование используется, как правильно охота эта проводится. Сейчас мы с нашими друзьями выезжаем посмотреть охотничье хозяйство, определиться с местами охоты. Ребята расскажут, как здесь что организовано, какие мероприятия проводятся для поддержания нужной популяции, для регулирования ее. Каким образом все организовано в хозяйстве. Посмотрим, разберемся, и потом будем проводить ряд охот на косулю, кабана, и постараемся вам все это показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы приехали на первую подкормочную площадку. Очень по большому счету она здесь, я так понял, что создана не для того, чтобы охотиться даже, а скорее как бы чтобы поддерживать популяцию. Да, 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 для подкормки. Вот как раз здесь поле, на котором сеется, как правило, один год, допустим, кукуруза, потом овес, скажем, кормовое поле. А зимой, как бы, чтобы поддерживать кормовую базу, приводится, подсыпается кукуруза, там пшеница, что-то еще, вот то есть и как бы зверь здесь кормит. Ну вот мы сейчас подъехали, как раз посмотрели, недавно только на подкормку привозили кукурузу, кукуруза уже растрепана, следочки кабанов, кабанчик подходил. Сейчас мы высыпем еще кормов, да? Да, высыпем кормов и еще покажем вам другие наши охотничьи места, где можно также успешно посидеть и поохотиться. Вот, ну мы посмотрели эту подкормку, приняли решение вот здесь как раз провести сегодня вечером охоту с арбалетом на косулю. То есть двое ребят наших как раз сядут здесь, вот сейчас мы подготовим местечко и примерно посмотрим по направлению, как поставить, да, трестэн? Да, да. То есть надо как раз вот сейчас убрали часть веток для того, чтобы выбрать те дерева, где подняться на трестэне. Предположительно, тропу определили, будет выходить там, за спиной, но я думаю, что здесь самое оптимальное будет, нет? И как раз и солонец. Да, 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 да. Все будет по такому морозу слышно, как подходит. Я думаю, что все должно получиться. Вот здесь куча рабцевого жома вывезена, положена была для того, чтобы, ну, животные пытались, кормились. Вот это как бы сверху закрывается, их кабаны, косули, зарываются аж туда, внутрь, иногда кушают с колен. То есть такая живая картина получается. Подготовив предварительно место вечерней охоты, мы проезжаем по другим местам охотничьего хозяйства. Отмечаем очень серьезный подход к его организации. Ну, на данный момент немножко, наверное, тут козы были, может быть, лоси, может быть, птицы. Ну, что-то, наверное, кабан пока проходит мимо. Но тоже вышка довольно результативная, охоты здесь проводим мало, зверь присутствует. Все характерно, надо сказать, что и вышка сама сделана очень добротно, удобно. И расположена как раз подкормочная площадка. Также солонец присутствует. Можно разного вида и типов корма различных задавать. Ну, и плюс она делается и на два прострела, и плюс все как раз для того, чтобы здесь держался зверь. Проезжая по хозяйству, встречаем несколько косуль на краю поля, которые при виде наших камер скрываются в лесу. Сегодняшняя охота будет с применением трестена, то есть лабаза-самолаза, на косулю или на кабана. Есть разрешение на добычу обоих видов. Вот поэтому, кто в этой ситуации выйдет, того и будем добывать. Вот сейчас мы подъехали, уже время порядка трех часов дня. Вот, будем, приготовимся быстренько и будем ждать выхода зверя. Нет, нет, птички растаскали. Думаешь? Да, да, да. Вот сейчас вот здесь будет видно, были кабанчики. Неизвестно кто, но вот здесь вот свежая большая кучка лежала, практически все съедено. Есть вот такое приспособление под названием трестенд, или в простонародье, так скажем, среди охотников, это лабаз-самолаз, с которым, как бы, очень удобно проводить охоту и на неподготовленных местах, и на подготовленных кормушках. То есть, грубо говоря, выбирая какое-то определенное дерево, вот Андрей сейчас поподробнее расскажет, можно его установить, с его помощью подняться на необходимую высоту, и мне правильный обзор, правильное направление, посмотрев, оставив его, и сидеть, ждать зверя. По большому счету, его можно использовать, конечно, и для охот с метательным оружием, также его можно использовать и, естественно, с огнестрельным оружием, и на медведя, по большому счету, при охоте на потравах, да, с лабаза, вот как бы, очень удобно выбирать, да, не обязательно на опушке, можно выбрать место и заранее не подготавливать, а именно смотреть, где в основном зверь выходит, и уже исходя из этого, оборудовать место для стрельбы. И на остальных, в общем-то, как бы, на остальные трофеи также можно его применять. Мы закрепили тристенд на месте, вот так сиденье убираем в положение, чтобы было удобно залазить. Здесь вещи все подвязали, которые нужно нам. Начинаем подъем. КОНЕЦ Сели, осмотрелись, все нормально, все устраивает. Значит, есть вот такой вот шнурочек, которым фиксируем верхнюю площадку от несанкционированного падения, так скажем. Маленькая мелочь, две секунды делов. Ну, может помочь охотникам избежать лишних скрипов и падения верхней площадки. Просто берем и фиксируем к дереву верхнюю площадку. Все, такая площадка уже никуда у нас не упадет. Начинаем подъем вещей. Предпочитаю поднимать арбалет в разряженном состоянии, исходя из техники безопасности. А взвод арбалета я произвожу уже сидя на месте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, пойдем искать плоды нашей сегодняшней охоты. Ну вот, стрелу нашли. Попадание было, стрела, как видно, прошла насквозь, оперение в крови. Попадание есть, есть надежда найти трофей. Есть здесь хороший козлик. Вот, значит, попадание у нас было по месту. Молоденький козлик. Вот такая красотень. Ну что, Андрей? Принимайте. С полем. С полем. Спасибо, Андрей. Да, вот традиции надо охотничьи соблюдать. Ну вот, теперь настоящий трофейный охотник. Ну что, Андрей, расскажи, что как было. Ну что было? Снега чуть-чуть пушка навалило, появился неожиданно. Дичь мягенько выходил. Да, как всегда на охоте дичь появляется неожиданно. Скорее всего, момент появления его не успели заснять. Но выстрел был сделан по месту. Расстояние было до 20 метров. Ушел зверь недалеко. Немножко петлял. Ну а так напрямую около 80 метров до засидки. Что очень здорово в Республике Беларусь, что есть как бы и хорошая организация хозяйства. И очень хорошо, что есть действительно энтузиасты охоты. Те, которые как бы эту охоту любят не то, что там просто ради добычи, а во многом поддержание ресурсов, то есть проведение каких-то биотехнических мероприятий. Большая помощь егерям. Вот для того, чтобы как бы дичь множилась и в дальнейшем можно было так же проводить охоту. Да, результативно охотиться и самим, и детям. И вот Владимир Иванович, мы знакомы с его детьми. То есть вот они во многом как бы помогают этому. Организуют и подкормочные площадки для того, чтобы зверь держался в тяжелые там снежные периоды, холодные периоды. Вот поля подсевают кормовые. То есть охраняют его от ненужных браконьеров. А самая лучшая как раз охрана – это те люди, которые живут здесь, на этой земле. Да, они как бы и зверя знают, да, они знают, вы знаете. Самое главное. Вы здесь, как говорится, с детства и переживаете за то, что будет в будущем. Поэтому мне бы хотелось сказать вам огромное спасибо, Владимир Иванович, за такой подход. И нам очень приятно. Здорово. Спасибо, Виталий. Всегда рады. Охота в Республике Беларусь очень интересна и содержательна. В следующих передачах мы вам покажем другие виды охот. А пока до встречи в лесах и полях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова